Добрый день, господин Палдегович. Наше интервью выйдет в эфире программы «Новый день» 24 октября. Это Всемирный день Организации Объединенных Наций. Как все мы знаем, устав ООН вступил в силу в 1945 году, но начиная с 1948 года во всем мире отмечается день как раз этой организации. Вы являетесь постоянным представителем Латвии в ООН. Расскажите, пожалуйста, первый вопрос. Обычно, как проходит день 24 октября в Нью-Йорке, в ООН? Есть какие-то особенности? Ну, конечно, это день рождения нашей организации. Организации, которая объединяет все, без исключения, страны мира, 193 государства. Организация, которая, скажем так, можно назвать всемирным парламентом. И, безусловно, этот день для нас знаменателен. Мы проводим такое, как сказать, торжественное... Торжественно отмечаем этот день. Накануне этого дня происходят и даже различные тоже культурные, спортивные мероприятия. Но пытаемся отметить этот день. Хотя, конечно, я бы не сказал, что есть какой-то такой особый праздничный момент, поскольку по всему миру очень много серьезных кризисов, войн, конфликтов. Поэтому, скажем так, отмечаем этот день достаточно сдержанно, без каких-то чрезмерных, скажем так, праздничных мероприятий. Но в любом случае, можно ли назвать его выходным днем для всех тех людей, которые работают в ООН или нет? Ну нет, я бы не назвал это каким-то праздничным днем в таком смысле, что это день отдыха. Скорее наоборот, это день, когда мы собираемся и с коллегами, и с секретариатом, и со всеми представителями различных ООНовских агентств, чтобы, ну скажем так, еще раз, так сказать, заручиться поддержкой и отметить те основные вызовы, с которым сталкивается население земного шара на данный момент. Это, конечно, в первую очередь, это климат, изменения климатические, те угрозы, которые мир переживает в связи с изменением окружающей среды, с потерей биоразнообразия. Это, конечно же, конфликты, это войны, но для нас это, конечно, война в Украине, это приоритетное направление. Конечно, все вопросы связаны с также угрозами терроризма, с развитием голод, который, к сожалению, по-прежнему одна из основополагающих угроз для многих стран, народов мира. Поэтому день, скажем, важный, день, безусловно, который отмечается по всему миру, но отмечается он очень, так скажем, в таком рабочем режиме. — Господин Пилдегович, вот если посмотреть на всю историю этой организации, это уже прошло более 70 лет, вы только что перечисляли все вызовы, которые стоят сегодня перед ООН. Вот ваша личная оценка, можете ли вы сказать, что как раз сегодня для ООН стоят большие задачи для того, чтобы их решать, а их очень-очень много? Это и войны, и голод, и вопросы климата. Значит ли это, что как раз сегодняшняя эра – это самая тяжелая пора для ООН? — Ну, я бы сказал бы, что несомненно, что те вот угрозы, те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, их очень сложно решать на таком очень, скажем так, национальном уровне. То есть, фактически, что бы мы ни брали, будь то климат, будь то терроризм, будь то экономика, будь то конфликты, развитие, все эти вопросы можно решать только сообща, только при очень тесной международной кооперации, сотрудничестве, координации и, безусловно, с очень тесной коммуникацией. В общем-то, это звучит достаточно банально, это может быть для многих кажется аксиомой, однако на практике очень часто это не происходит. Не происходит по очень разным причинам. Это и отсутствие взаимного доверия между странами, между народами, это и отсутствие, может быть, экономической заинтересованности со стороны, допустим, если брать большого бизнеса. Это и, конечно, различные региональные конфликты, которые тормозят общее развитие. Безусловно, за эти 75 лет мир пережил фундаментальные перевоплощения, преображения. Население земного шара выросло с 2 миллиардов до 7 миллиардов. Количество государств выросло с 60 до 193. Климатические изменения, я думаю, никто не может отрицать. То есть вопросов, проблем, количество и, скажем, масштаб этих вопросов с каждым годом все увеличивается. Но, к сожалению, способность и договориться о общих целях, и, что еще более важно, о выполнении этих конкретных обязательств, с этим у нас большие-большие проблемы. Конечно, ООН надо критиковать. Безусловно, эта организация далека от совершенства. Но, в первую очередь, конечно, основополагающее решение вопросов зависит от самих государств. Больших, малых, развитых, развивающихся. И, безусловно, ООН – это та площадка, та платформа, на которой мы обязаны искать, сообща, общие решения. Господин Пелдугович, чтобы успешно решать все эти задачи, которые вы озвучили, на ваш взгляд, все-таки ООН должна меняться? И вообще, нужны ли реформы на данный момент этой организации? Несомненно. Реформы необходимы, как для любой организации, для любого организма живого. ООН должна идти, так сказать, со временем. И, безусловно, с нашей точки зрения, эта организация должна быть более транспарентной, более, скажем так, подотчетной своим, так сказать, избирателям. Под избирателями, я понимаю, не только правительство 193 государств, но и население, и неправительственные организации, и представители бизнеса, представители науки. С нашей точки зрения, так сказать, монополия государств и монополия правительств на повестку дня ООН уже в далеком прошлом. Поэтому мы очень так последовательно отстаиваем то, что и представители молодежи должны здесь быть представлены на всех уровнях, и представители бизнеса, и представители неправительственных организаций, академии, наук, университетов, они все должны использовать площадку ООН. И реформы, конечно, должны относиться и в отношении, скажем так, структур ООН. В том числе это должно касаться и Совета Безопасности, одного из наиболее известного органа ООН. С нашей точки зрения, это атовизм, это очень устаревшая концепция о том, что пять постоянных членов ООН в некотором смысле держат заложником все остальное человечество, не принимая очень важные решения. Решения касательно климата, решения касательно прекращения войн. С нашей точки зрения, Совет Безопасности должен быть более демократичным, более репрезентативным. Голоса небольших государств должны быть более четко там представлены. Ну и, конечно, использование права вето в отношении преступлений против человечности, геноцида, военных преступлений. Это право вето должно быть отменено. С нашей точки зрения, многие члены Совета Безопасности злоупотребляют этим правом. Господин Пилдыгович, не могу не задать вам еще один вопрос. В последнее время очень на новый уровень вышли вопросы, связанные с угрозой ядерной безопасности. Вот вы уже сказали о пяти постоянных членах Совета Безопасности. Это США, Россия, Китай, Франция и Великобритания. Вы имеете большой опыт работы на дипломатической службе. В свое время вы изучали китайскую культуру, китайский язык. Скажите, пожалуйста, такие страны, как Китай, США, все-таки могут поспособствовать тому, чтобы угроза ядерной безопасности, по понятным причинам, все-таки она могла бы свестись к минимуму, а не так, как сегодня происходит. И то, что мы слышим, в частности, из Кремля. Я с вами совершенно согласен. Это совершенно неприемлемо, когда ядерные государства угрожают применением ядерным оружием в отношении неядерных государств. Такого фактически мы не видели на протяжении последних 75 лет. Поэтому это очень нас обеспокаивает. Мы эти подобные угрозы считаем совершенно неприемлемыми. Об этом открыто и четко, громко заявляем здесь ООН. И призываем особенно те государства, которые располагают ядерным оружием, отказаться от подобной риторики. И, безусловно, призываем эти государства вернуться к тематике, скажем так, контроля над оружием массового уничтожения. Будь то биологическое, химическое и тем более ядерное оружие. К сожалению, работа Первого комитета ООН, который как раз занимается вопросами разрядки, на данный момент практически парализован. Россия сорвала принятие программы данного комитета, повестки дня, именно связанной с вопросом нераспространения ядерного оружия. Саботирует работу этого комитета и по многим другим вопросам. Это очень-очень нас настораживает. С нашей точки зрения подобные заявления совершенно неприемлемы, они безответственны. И мы очень надеемся, что и такие государства, как Китай, как Пакистан, займут более четкую позицию в отношении подобных угроз, которые мы слышим в последние недели со стороны России. Господин Пилдегович, и в завершении нашего разговора позвольте задать вам еще один вопрос. Скорее я бы даже сказал философский. Если сможете, то ответьте, пожалуйста. Дело в том, что вы родились в Владивостоке, учились в свое время в Санкт-Петербурге. Смею надеяться, что в какой-то мере вы познали русскую душу. У вас есть сегодня ответ на вопрос? В чем главная причина того, что сегодня мы наблюдаем в Украине? Я считаю, что то, что происходит на данный момент, это гигантская трагедия для украинского народа, который стал жертвой агрессии со стороны Российской Федерации. Но это и жуткая трагедия и для русского народа. Народа, который на протяжении всего 20 века пережил мировые войны, пережил эксперимент коммунизма. Народ, который пострадал, может быть, больше, чем многие другие народы мира. И, к сожалению, с моей точки зрения, президент Путин ввергнул российский народ в эту жуткую авантюру, авантюру, которая закончится, безусловно, трагично для российского народа. Поддержка этой войны, этой бойни со стороны российского народа, мне кажется, совершенно преступна. Рано или поздно, безусловно, пройдет прозрение, пройдет раскаяние, пройдет переосмысление этого периода. И я очень надеюсь, что будет и совершен процесс депутинизации в России. Я не наивен, я уверен, что это рано или поздно произойдет, но, скорее всего, прольется много крови. И будет много еще похоронок, будет много еще слез материнских. И прозрение это произойдет, к сожалению, думаю, что не очень, не очень скоро. Поэтому и пользуюсь этой возможностью, если кто-то нас слушает из России, я хочу призвать россиян думать, думать, смотреть на происходящее с исторической точки зрения. Россия крупнейшая страна в мире, и России никто не угрожает. Россия должна развиваться вместе, сообща с другими членами ООН, и думать о своем развитии. Украина это суверенное соседнее государство, и чем быстрее войска Российской Федерации покинут Украину, тем быстрее Россия сможет заниматься своим собственным развитием. Поэтому я призываю россиян забыть о колониальных войнах, забыть о захватнических войнах, о сферах влияния, и сконцентрироваться на развитии собственных регионов, своих территорий, и думать о благополучии российского народа, в первую очередь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова